Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. С югорским гостеприимством в Ханты-Мансийске встретили эвакуированных с Донбасса людей. На растения тоже нужны документы. Расскажем, почему в Югре на таможне арестовали чебрец. 20 минут реанимации. В Сургуте бригада скорой помощи спасла мужчину после клинической смерти. И обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня рано утром в Ханты-Мансийске приземлился спецрейс с жителями Горловки и поселка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Эти населенные пункты подвергались регулярному обстрелу со стороны ВСУ. Гуманитарный добровольческий корпус Югры по поручению губернатора Натальи Комаровой организовал экстренную эвакуацию людей. В аэропорту их встретила и наша съемочная группа. Жители Донбасса добирались до Ханты-Мансийска сутки. Вместе с усталостью ощущали облегчение, ведь они больше не услышат взрывов. Я приехала с внуком, потому что внук получил травму, шок. И он не выходил на улицу с февраля месяца, потому что рядом взорвались мины. Находился дома, а потом началась вот эта жесть. И я начала очень сильно бояться. Кто-то был рядом с тобой дома? Был. Мама всегда рядом была со мной. Я вообще сидела только дома. Почему? Потому что я очень сильно боялся даже выйти на порог. Но сейчас тебе нечего бояться, потому что ты приехал к нам в Югру. У нас здесь спокойно, тихо. Все очень доброжелательно. На этот раз спецборд доставил в Югру 45 человек. Это 30 детей и 15 взрослых, родителей и сопровождающих. Самому младшему ребенку всего один год. Самому старшему 16 лет. Я летела с позитивным настроением и решилась почему-то сразу на поездку. Хотя, несмотря на то, что это очень далеко, и для нас это ново. Но в связи с такой обстановкой, как у нас сейчас там, то решилась я очень быстро. Благодарна за такую поездку, за такую возможность для себя открыть что-то новое, побывать в ваших краях и отдохнуть, оздоровиться. Эвакуацию организовали координаторы гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Они сейчас работают на территории Донбасса. Эвакуация жителей Горловки и Гольмовского из-за постоянных обстрелов проходила в экстренном порядке. В группу сопровождения вошли врачи, соцработники и психологи. Здесь вы тоже увидели, что встречают спасатели непосредственно, организовывают погрузку-разгрузку. Все добрались хорошо, самочувствие у всех благополучное. Провели осмотр медицинские работники. Проблемных вопросов не возникло. Также в поездке людей сопровождали представителя координационного центра социальных проектов Нижневартовска. В дороге они отвечали на многочисленные вопросы эвакуированных. Как с работой, как детей устроить в школу, чем тут питаются люди, что здесь у нас растет даже, растут ли у нас яблоки. Мы сказали, не переживайте, у нас все есть. Даже если яблоки не растут, как у вас, у нас растет замечательная брусника, клюква, сейчас сезон и орехи тоже. После прилета жители Донбасса доставили в пункт временного размещения в гостинице Олимпийская. Здесь подготовили все необходимое для комфортного пребывания, включая медицинское, социальное и психологическое сопровождение. После восстановления их психологического состояния, снятия уровня тревожности, мы приложим все усилия для того, чтобы проживание здесь, оздоровление было запоминающимся, полезным. Они все пройдут углубленную диспансеризацию, и комплекс медицинских услуг им будет оказан в зависимости от индивидуальной потребности каждого. Двум прилетевшим дошкольникам предоставят места в детских садах города. Продолжить образовательную программу вместе со сверстниками смогут и школьники. Среди эвакуированных в основном учащиеся 5-9 классов и два старшеклассника. Они будут учиться в школах номер 6 и номер 9. Ребята будут обеспечены двухразовым питанием горячим в общеобразовательных организациях, ну естественно в пункте временного размещения. Также образовательная организация обеспечит их всем необходимыми комплектами для организации образовательной деятельности. То есть учебники, учебные пособия при необходимости точно так же ребята будут обеспечены гаджетами. Напомню, Югра одной из первых приняла эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Так, в начале марта специальным рейсом в округ прибыл 71 житель поселка Зайцево. В настоящее время в регионе развернуто 8 пунктов временного размещения. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягоне. В них проживают 253 человека, в том числе 78 детей. В целом же за весь период специальной военной операции в округ из ДНР и ЛНР. В самостоятельном прибыли почти 2500 человек. Наталья Акс, Владимир Дадыко, окружная телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск. Эвакуированные жители Донбасса смогут принять участие в референдуме. Это касается всех жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Югре. Напомню, с 23 по 27 сентября на четырех освобожденных территориях будут проходить референдумы по вопросу вхождения их в состав России. В Югре организуют выездное голосование по всему округу. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подать заявку на участие по телефону 8 800 707 56 40. Выездное голосование будет проходить с 23 по 26 сентября включительно. Также можно высказать свое мнение на участке 27 сентября. Для жителей ДНР и ЛНР очное голосование организуют в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Для представителей Запорожской и Херсонской областей участок для голосования создадут в Сургуте. Участковые комиссии будут работать с 8 утра. Советник президента России Валерий Фадеев прокомментировал объявление частичной мобилизации в стране. Цитирую. Против России сейчас настроена всего 1 восьмая мира, а 7 восьмых либо не поддерживают санкции, либо выступают на нашей стороне. И у России нет выбора, кроме как быть сильным лидером. Конец цитаты. Напомню, члены Совета по развитию гражданского общества и правом человека во главе с Валерием Фадеевым посетили Сургут. Тема мобилизации была затронута во время круглого стола с представителями общественности, власти и бизнеса. По словам Валерия Фадеева, модель доминирования Запада, существующая несколько веков, закончилась. Добавлю, частичной мобилизации подлежат те, кто проходил военную службу и сейчас состоит в запасе. Нет выбора. Вот эти тяжелые события и тяжелая жизнь, включая мобилизацию, ну не тяжелые, тяжелые события, включая мобилизацию, или всеобщее счастье. Нет второго варианта, понимаете? Или борьба за свою собственную свободу и будущую счастливую жизнь, да и сейчас, в общем, пока живем неплохо. Что, паниковать-то раньше времени? Не надо раньше времени паниковать. Или развал. Вот альтернатива реальная. Я так понимаю эти события. Жителям Донбасса, которые сейчас лечатся в Сургутском кардиоцентре, предоставят месячный запас лекарств. Напомню, в диспансерии были госпитализированы шесть макоевчан. Пятерым из них сделали высокотехнологичные операции на открытом сердце. Еще одному пациенту хирургическое вмешательство не потребовалось. Уже на этой неделе троих жителей Донбасса выпишут из больницы, и они отправятся домой. Остальные макоевчане проведут в кардиоцентре еще 10 дней. У них продолжается реабилитация. Отмечу, что после выписки пациенты кардиоцентра продолжат наблюдение у специалистов ДНР. Со мной провели, я уже говорил, очень много манипуляций. Наверное, проверили все от волоса до ноготка на большой ноге. Да. Прошел тоже лечение, потом реабилитацию после инфаркта. Поэтому, в принципе, чувствую себя сейчас хорошо, готов сумку на плечо бежать домой. Почти два десятка новых врачей ведут прием в Коголымской городской больнице. Медики приступили к работе в сентябре. Это врач-кардиолог, онколог, травматолог, ортопед, анестезиолог, реаниматолог, два педиатра, четыре стоматолога, пять терапевтов и патолог-анат. Иван Мельниченко, например, приехал в Югру из Новосибирской области. На новом месте работы молодой специалист отмечает условия труда. Батина Мазырбаева вместе с мужем переехала из Бишкека по программе переселения соотечественников. Она успешно прошла аккредитацию и получила приглашение на работу. К слову, до конца года в Коголымской больнице планируют трудоустроить еще 14 специалистов. В основном и нагородних. Им предоставят жилье, компенсируют затраты на переезд и повышение квалификации. Два невролога, причем один невролог в стационар, один в поликлинику. Семья невролог и офтальмолог и офтальмолог в детскую поликлинику. Если они уже подтвердили, они уже должны после 25 сентября приехать на работу. Сегодня наша больница, она высокая по уровню оказания медицинских хосток. Мы меняем медицинское оборудование, мы меняем подход к пациентам с учетом пациент-ориентированной модели. Здесь, оказывается, настолько условия для работы медикам. Все обследования, все анализы, все, что мы можем обследовать полностью пациента, доступно. Здесь все бесплатно, что больные могут обследоваться бесплатно. А вот у нас в Бишкеке, это больные у нас сами оплачивают все обследования. В Сургуте бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине. Прохожие увидели на остановке человека без сознания и вызвали медиков. Через 4 минуты бригада была на месте. Специалисты констатировали клиническую смерть пациента. Признаков жизни мужчина не подавал, пульс не прощупывался. Осложняло ситуацию и то, что медики не знали анамнез мужчины и время происшествия. После осмотра специалисты приступили к реанимации. Через 20 минут им удалось запустить сердце. Пациента доставили в Сургутскую ОКБ. Сейчас он находится в больнице и получает высококвалифицированную медицинскую помощь. Сургутским пенсионерам увеличили количество бесплатных поездок на автобусе. В городе изменился механизм льготной оплаты за проезд. Теперь неработающие пенсионеры, почетные граждане Сургута и дети, получающие пенсию по потере кормильца, будут оплачивать поезд к общественному транспорту специальной социальной картой. Раньше льготникам выдавали на проезд по 600 рублей раз в три месяца. Теперь они могут потратить 1200 рублей. Неиспользованные средства остаются в бюджете. До конца года правом бесплатного проезда можно воспользоваться только на автобусах. Маршрутки к этой системе планируют подключить в следующем году. В Сургуте более 27 тысяч человек имеют право на получение данной услуги. Всем пришли уведомления о готовности именной социальной карты, и они могут ее получить. В настоящее время по поручению губернатора и в связи с большими обращениями жителей о том, что эта компенсация довольно долгое время не компенсировалась, ну не увеличивалась, были разработаны социальные карты для пенсионеров, в основном, которые получают на почте. И с 1 октября они будут по этим картам ездить в автобусах. Социальные карты можно забрать в отделениях почты по месту жительства, а после 1 октября в МФЦ. Там же можно будет восстановить утерянный проездной или оформить новый тем, кто только вступил в ряды получателей услуги. В Сургутском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Сургутка-Голым столкнулись Toyota Camry и автомобиль ГАЗ. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате аварии владелец легковушки скончался на месте происшествия. Его попутчица получила травмы. Это единственное ДТП с пострадавшими, зарегистрированное на дорогах Югры за сутки. Нарушений было значительно больше. Госавтоинспекторы задержали 8 пьяных водителей, пятерых за отказ от прохождения экспертизы. Еще двое повторно сели за руль под шофе. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 41 водителя. 57 человек нарушили правила перевозки детей. В Сургутском аэропорту таможники арестовали 50 килограммов чабреца. Сухую траву из Баку в Югру привезли трое мужчин. Они рассказали, что планировали использовать пряность в одном из кафе Нижневартовска. К слову, чабрец ценится в кулинарии своим ароматом и вкусом. Однако коммерческую партию бизнесмены не задекларировали. Кроме того, на продукцию у граждан Азербайджана не было фитосанитарных сертификатов, а это гарантия безопасности травы. Сотрудники сургутского таможенного поста Тюменской таможни товар изъяли. Нарушителям грозит штраф с конфискацией. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая предоставит свои идеи о том, какой будет дальнейшая жизнь в стране и во всем мире. Эта сессия задумывалась заранее, но проходит она именно сейчас в непростой период. Мне кажется, что это вдвойне ценно, потому что сейчас для молодых людей очень важно четко понимать, какими среднесрочные, в долгосрочной перспективе они будут располагать возможностями. Это экономические возможности, геополитические возможности с точки зрения планирования и, главное, реализации своего будущего. Что мы пытаемся сделать на любой игровой сессии? Первое. Поймать дикие карты. Представления о будущем, которые случайны, невозможны, фантастичны, парадоксальны и которые поэтому никому не приходят в голову. Иногда на сессии в совместном ушле не появляются. Второе. Мы хотим понять, какое будущее может быть хотя бы в принципе по мысли. Как вести бизнес в нынешних экономических реалях, какие социальные услуги сегодня востребованы у населения и почему западные санкции помогут даже бизнес-новичкам? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут в школе социальных предпринимателей, которая уже в 11 раз открыла свои двери для всех желающих. За это время выпускниками школы стали свыше 2000 человек. В чем уникальность нынешнего курса, узнаем в нашем материале. Василий Тимофеев уже несколько лет пытается самостоятельно реализовать проект «Озенькова с любовью». Однако идея превратить деревенские объекты 19 века в центр притяжения туристов пока не осуществилась. За помощью пришел в школу социального предпринимательства, чтобы научили, как сделать его проект востребованным и нужным. Ощущение, как будто опять заново пришел в школу первый раз и получаешь эмоциональный заряд от тех людей, кто рядом находится, от преподавателей, так сказать. И вот эти групповые работы, они как раз заряжают друг друга нас. Я думаю, мы получим еще заряд эмоций дальнейших и уйдем с хорошим настроением и пониманием, как там дальше двигаться. Учиться Василию и его однокурсникам придется три месяца. Именно столько времени понадобится, чтобы участники прошли путь от идеи до готового под ключ бизнес-проекта. А помогать в этом им будут сертифицированные бизнес-тренеры, которые научат новичков, а зам социального предпринимательства. И вот это социальное чувство, социальная ответственность внутри каждого человека, оно сейчас, мне кажется, все более и более ярко выражено. То есть 10 лет назад это люди, которых мы уговаривали идти в социальный бизнес, сейчас это люди, которые приходят готовы, мотивированы. Школа социального предпринимательства проходит в Югре девятый год. За это время социальному бизнесу обучились более двух тысяч югорчан. Многим из них эти знания помогли открыть свое дело. Это частные детские сады, спортивные клубы, творческие студии, центры для пожилых и инвалидов. Особенность нового проекта – обновленная программа. Теперь ученики изучают предпринимательское дело с учетом последних мировых и экономических событий. Занятия в школе преодлятся три месяца, а итогом обучения станет готовый к запуску бизнес-проект. Социальные проекты, разработанные в школе, получат дальнейшее сопровождение фонда «Мой бизнес». Уже на встрече всегда мотивационно говорим о том, что это очень важно, когда предприниматель взаимодействует напрямую с своим потребителем. И услуги их именно востребованы потому, что очень важно видеть обратную связь и быть полезным для общества. То есть помимо того, что это бизнес, он приносит доход, у нас очень большое количество услуг передается таким социальным предпринимателям. На сегодняшний день в округе свои услуги оказывают свыше трех тысяч социальных предпринимателей. Активную помощь сегодня им оказывает фонд поддержки предпринимательства «Югры» «Мой бизнес». Его специалисты проводят индивидуальные консультации, организовывают тренинги и помогают в продвижении проектов. Это позволяет социальным предпринимателям быть уверенными в завтрашнем дне. В Нягоне модернизировали промышленный технопарк «Синергия». Производство пополнилось современным оборудованием. Например, на обновленной территории появился оптоволоконный лазерный станок, который позволяет вырезать плоские детали и различные отверстия в профильных трубах, а также обрабатывать неровные поверхности. Сложную обработку в промышленном производстве облегчит и универсальный фрезерный станок с числовым программным управлением. Он будет использоваться для обработки деталей из дерева, металла, а также пластика. Кроме того, в технопарке есть собственная аудитория, в которой можно заниматься моделированием, графикой и прототипированием различных предметов. Несмотря на то, что сейчас время, связанное с введением санкций, мы становимся более локализованными в части производства, мелкосерийного производства каких-то уникальных изделий, которые ранее мы заказывали в других городах или заказывали за рубежа. Сегодня мы имеем возможность выпускать такие изделия у нас прямо в городе, непосредственно на площадке нашего промышленного технопарка. И суть Центра коллективного пользования оборудованием заключается в том, что любой резидент может обратиться к управляющей компании с запросом на выпуск какого-то уникального изделия, и мы поможем это изделие реализовать. О том, какие новости угорчане обсуждают в интернете, расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чистая вода должна появиться в Пытьяхе к 31 октября. Об этом во время прямого эфира с горожанами сообщил глава муниципалитета Александр Морозов. По его словам, готовность водочистых сооружений номер 3, реконструкция которых ведется уже несколько лет, на данный момент составляет 96%. Мэр уточнил, что после завершения всех работ мощность станции составит 12 тысяч кубометров в сутки. Благодаря полноценному функционированию этого объекта, чистая вода будет у жителей семи микрорайонов Пытьяха. Творения югорских архитекторов могут украсить российскую столицу. Правительство Москвы проводит конкурс «Ломоносов арт». Поучаствовать в проекте могут архитекторы, художники, дизайнеры и урбанисты. Для этого им нужно оставить заявку на сайте проекта до 14 октября и приложить к ней краткое описание концепции, эскиз и смету на производство. Победители объявят в декабре этого года. Его арт-объект установят у главного входа в кластер «Ломоносов» на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Футболисты «Газпром Югры» начнут новый сезон Суперлиги в Новосибирске. В эти выходные подопечные Владимира Колесникова в рамках первого тура проведут две игры против команды «Сибиряк». Последние три года эта дружина провела в высшей лиге, но с этого сезона новосибирцы вернулись в элитный дивизион. В прошлом году «Сибиряк» занял пятое место в регулярном чемпионате высшей лиги, а в плей-офф команда из Новосибирска остановилась на стадии четвертьфинала. «Газпром Югра» уже 19 лет выступает в элитном дивизионе. Более того, «Югорский клуб» является действующим чемпионом страны. Кроме того, команда из «Югорска» две недели назад стала обладателем Суперкубка страны. «Югра» потерпела второе поражение в этом сезоне. На этот раз обидчиком была команда «Зауралье». Накануне подопечные Эдуарда Занковца в Кургане сыграли заключительный матч этой выездной серии. Игра проходила в обоюдно острых атаках, но открыть счет удалось лишь в самой концовке второго периода. Иван Козлов за секунду до перерыва отправил шайбу в сетку ворот соперника. В третьем игровом отрезке «Югорчане» продолжили прессинговать ворота «Зауралье», но пробить защиту хозяев льда больше не удалось. Курганская команда, отсидевшись в обороне, смогла воспользоваться ошибкой «Югры» и сравняла счет в середине третьего периода. Единицы на табло горели до конца матча. Выявить сильнейшего не получилось и в овертайме, поэтому победитель определился в серии булитов. В хоккейной лотерее «Фортуна» была на стороне хозяев льда. Итоговый счет матча 2-1. «Югра», несмотря на то, что уступила в матче, заработала 1 очко, поэтому на время возглавила турнирную таблицу ВХЛ. Сейчас в активе нашей команды 11 очков в 7 матчах. На 1 балл отстают сразу 3 дружины, но они сыграли на 1 матч меньше и уже в ближайшее время могут потеснить угорчан в турнирной таблице. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».